мимика и поза мы все прекрасно знаем что такое невербальные сообщения так вот если мы хотим произвести впечатление человека уверенного в себе то естественно постарайтесь выпрямить плечи сидите не так облокотясь до сутулившись а вы примите плечи держите спинку как говорится вплоть до того что я знаю людей которые женщин которые стоя записывали все свои уроки проводили вебинары потому что это позволяет им держать спину держать свое тело и посылать соответственно невербальный посыл о том что они уверены в себе что они говорят то о чем хорошо знают потому что стоит только сгорбиться стоит только при занять такую позу и все сразу же ученик студент начинает сомневаться ой что то по моему она сама не 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 знает толком то о чем говорит это психологический момент но он работает кроме того последнее время читаю что якобы хороший тон если ведущий в общем то стоит как говорится столбиком и не размахивает руками да то есть не жестикулирует но если мы снимаем себя на одну камеру камера любит движение это же не фото правда гораздо естественнее если вы в жизни как говорится на своих оффлайн уроках где жестикулируете то жестикулируете и на камеру только старайтесь делать такие жесты чтобы они не перекрывали вам лицо это раз и во вторых учитесь парковать как говорится руки то есть не не жестикулируете постоянно что-то показали и потом руки прибрали и некоторое время зафиксировались таком положении существуют некоторые как говорится совершенно всем известные положение рук базовые положения рук оратора одно из которых вот такой домик который меня жутко раздражает но я вижу у многих других такие другие конфигурации этого же домика как-то такие сложенные руки которые паркуются и не дают сильно размахивать руками это что касается мимики и позы мимика 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 конечно же это улыбка когда вы говорят мне говорят мне почему я буду улыбаться как дурак вот это вот всю дорогу так не всю дорогу но когда вы приветствуете человека в своем видео уроке в своем обучении у вас всегда есть повод для того чтобы улыбнуться для того чтобы человек почувствовал что вы к нему расположены это не значит что весь свой урок вы должны улыбаться но найти такие моменты обязательно нужно какова роль взгляда взгляд знаете как говорят глаза зеркало души очень многие люди к сожалению прячут взгляд так вот с головой иду склоненную виновата прячу взгляд если человек постоянно либо бегает где-то взглядом непонятно где либо все время вот так старается взгляд опустить уж на презентацию ли или на что-то другое на конспект то это для съемки видео очень плохо скажем даже так это табу взгляд должен быть направленным вы конечно не без того чтобы оторвать взгляд от объектива на какой-то момент не то чтобы все время туда пялиться вот ну и тем не менее большую часть времени записывая свое видео старайтесь смотреть именно в объектив по той простой причине что это и есть та самая зрительная связь да зрительный контакт когда вы выступаете перед аудиторией оффлайн вы стараетесь людям смотреть в глаза правильно то этим то тем а в когда вы снимаете видео у вас все люди там по ту сторону вашего объектива поэтому чем большее количество времени вы будете смотреть именно в объектив тем лучше для вашего зрителя те для кого это проблема поставьте свою камеру таким образом чтобы за камерой можно было что-либо повесить передо мной окно и на окне у меня есть жалюзи так вот на эти жалюзи я могу реально прикрепить картиночку которая прямо вот прямо над камерой да знаете есть такой на телевидении профессиональный телесуфлер он называется телесуфлер да так вот текст написан вот прямо такие над камерой вот он все время одна строчка находится прямо над вашей камеры над камерой телеведущих так вот прямо на этом уровне да чуть чуть выше своей камеры вы можете повесить себе приятную картиночку фото вашего ребенка или питомца котенка щенка то есть то что у вас вызывает в приятие если вы сами себе приятные или ваше фото повесьте свое фото кому-то цветы приятные человек может рассматривать их долгое время вот именно в этом месте можно вешать подсказки и вот картинки которые у вас вызывают приятие которые притягивают ваш взгляд на некоторое время как бы вам поможет смотреть в объектив